Независимый военный обозреватель Павел Фельгенгауэр в интервью «Голосу Америки» напомнил, что идею о миротворческом контингенте в конфликте на востоке Украины изначально Москва поддержала, идея была с самого начала бессмысленная, пропагандистская, миротворцы там ничего такого не сделают, что не сделало бы уже ОБСЕ. А Путин в ответ дал еще лучший пропагандистский выстрел, а что, мы не против, пускай приходит. Но на то, чтобы они там действительно контролировали границу с Россией и установили свои блокпосты, конечно, Россия соглашаться не собиралась. И главное теперь, свалить вину на других, чем и занялся Лавров, вот прекрасная была идея, Путин выступил с мирной инициативой, а вот американцы ее губят. Путин идет на перевыбор с очевидной волной антиамериканизма, осужденная крепость, кругом американцы собирают биологические материалы, из каждого туалета выглядывает американский шпион. И поэтому ругать Волкера, это прямая обязанность Лаврова. По словам Павла Фельгенгауэра, передача контроля над российско-украинской границей миротворцем неприемлема для Москвы в первую очередь потому, что в сепаратистских районах Донбасса находится мощная группировка российской армии, а как иначе мы будем танковую армию в Донбассе поддерживать и руководить ею, снабжать ее. Там развернута наша танковая армия из двух корпусов. Они не собираются ее никуда сворачивать. Военный эксперт утверждает, что основу вооруженных формирований сепаратистов сейчас составляют российские кадровые военные. Есть какие-то остатки добровольцев, которые нанимались, но там оплата резко сократилась. И те, кто хочет серьезнее зарабатывать, в Сирию переехали. Все командование, российское, офицеры и генералы командуют на ротационной основе. Штаб армии находится в Новочеркасске, уже на российской территории. По украинским оценкам, собственно, этих российских регулярных войск там 10-11 тысяч. Офицеры из России обслуживают и зенитно-ракетные комплексы. Местных добровольцев на это не поставишь. Выводить или разоружать Россию ее не собирается. Там через границу идет постоянное снабжение. Российские военные, как считает Павел Фельгенгауэр, выполняют в Донбассе политическую цель. Ни у кого и в мыслях в Москве не было выполнять Минские соглашения в части передачи нынешним властям в Киеве Донбасса вообще. Или российско-украинской границе в частности. Зачем российские войска там стоят? Для того, чтобы не допустить вхождения Украины в НАТО. Эксперт уверен, что в Москве хотели подключение США к урегулированию на востоке Украины. Потому что считали, что это урегулирование пойдет в нужном России русле. К решению украинской проблемы хотели подключить Трампа, чтобы он сдал Украину в России. То есть, чтобы встретились Трамп с Путиным, типа как Черчилль со Сталиным. И договорились, что Украина наша, чтобы американцы принудили Киев к сдаче. Думали, что можно даже разделе каком-то договориться, что западные области, может, в каком-то виде останутся, Львовская, Тернопольская, а остальная Украина контролировалась бы Россией. Путин же не зря недавно на Валдайском форуме опять сказал, что мы один народ.